МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вирус. РНК, содержащий вирус, который был разработан организацией NEO AMREL. Был использован террористами в 2012 и в 2013 годах. Ц-вирус разъедает клетки кровеносителя и вызывает насекомоподобные мутации. Заражение вируса может произойти через непосредственное введение. Вирус попадает в кровь и быстро распространяется по всему организму. У зараженного увеличивается физическая сила, скорость, ловкость, появляется способность к регенерации. Одним из внешних признаков становится появление множества глаз. Через некоторое время после введения у зараженного поднимается высокая температура, и процесс мутации переходит в финальную стадию – окон, из которого может вылупиться одно из нескольких возможных опасных существ, некоторые из которых даже не имеют внешнего сходства с человеком. Улучшенный Ц-вирус был создан путем усиления обычного Ц-вируса с помощью крови Джейка Миллера. Его разработала Карла Раданс, используя компоненты крови Джейка, отвечающие за иммунитет к инфекции, для изменения свойств Ц-вируса. Когда человек поражает обычный Ц-вирус, то рано или поздно он превращается в кокон, из которого вылупляется новое существо. Улучшенный вирус не только усиливает носитель, но и исключает стадию кокона. Зараженный человек мутирует в новой форме без нарушения клеточной целостности. Вторым способом является заражение, осуществляющееся воздушно-капельным путем. Ц-вирус в виде газа способен заразить беспрецедентное количество человек на огромной территории. Один из самых опасных мутантов являются лепотица и хаос. Но сегодня не о них. Некоторые способны вырабатывать ядовитое испарение Ц-вируса. Люди, подвергшиеся воздействию вируса в виде газа, становятся зомби. Ц-зомби, в отличие от Т-зомби, не могут заразить других через укусы. Эта особенность была обнаружена доктором Дугом Райтом во время инцидента в Мархве 2012 года. По состоянию на 2013 год единственным известным методом лечения Ц-вируса является вакцина анти-Ти. Хотя вполне возможно, что в последующие годы были сделаны и другие итерации вакцины. Первоначальный анти-Ц был рекомендован только при вакцинации людей, еще не инфицированных вирусом. У тех, кто сразу же заразился вирусом, вероятность успеха была низкой. В то время как у мутантов выживаемость оставляла 0%. Ц-вирус получил свое название благодаря одной из стадий мутации зараженных коком. Речь сегодня пойдет об омерзительном мутанте под названием Расклапанье, что означает в переводе с сербско-хорватского разрушения. Расклапанье это жертва цивируса, подвергшейся сильной мутации. Бледная, гладкая кожа покрывает внешний скелет существа, который защищает основные части тела, расположенные на туловище. Даже если уничтожить часть этого монстра, это никак не повлияет на основное тело. Гибкая структура позволяет ему проходить через любые узкие отверстия. Его основная слабость – огонь. Когда существа испытывают сильный жар, его основная часть выскакивает из внешнего скелета, дабы избежать термического воздействия. Его конечности выживают после отделения тела. Многие этого существа могут передвигаться самостоятельно в поисках жертвы. Также нижняя часть тела способна распылять токсин. Его невозможно убить из-за нестрельного оружия, можно лишь временно вывести из строя. Он способен регенерировать втраченные части тела после их уничтожения. Отстрелянные верхние конечности способны дезориентировать жертву, цепляясь в лицо. Существо собирает себя по частям, чтобы возродиться. Еще одной отличительной особенностью является длинный хоботок, который существо выпускает изо рта. С его помощью существо питается. Мутант вводит свой хобот в лицо поверженной жертвы, пожирая его голову. Затем из трупа вылезает новый мутант. Предположительно, существо размножается во время охоты, откладывая зародыш в тело жертвы. А на сегодня все, друзья. Я решил сделать такой вот ролик по миру Resident Evil. Возможно в дальнейшем продолжу этот формат развивать. Спасибо большое за просмотр вам. Всем здоровья и пока.